Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале страны. Многие из вас в комментариях под самыми разными видео мне писали. Леся, что ты думаешь про кинополет? Для тех, кто не в курсе, буквально недавно Россия отправила на МКС киноэкипаж в составе актрисы Юрия Пересильд и режиссера Клима Шипенко. У этого события, конечно же, появились и свои фанаты, и свои критики. Но факт есть факт. Впервые в истории на орбите планеты Земля снимут художественный фильм. Давайте же посмотрим, что это за кинополет такой, за что его хвалят и критикуют. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Что ж, ближайшие 12 дней на Международной космической станции будут снимать первый в истории человечества художественный фильм о космосе в космосе. На возникающие в связи с этим вопросы, зачем было отправлять режиссера и актрису в космос, ведь исходя из того, какие сейчас современные технологии существуют, то можно сделать графику. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил, что это позволит сделать первое честное кино о реальном космосе в самом космосе и не руками дилетантов, а именно профессиональных кинематографистов. О фильме, который снимают, на самом деле известно немного. Рабочее название этой киноленты «Вызов», и в ней рассказывается о враче, которая летит на космическую станцию, чтобы спасти члена экипажа, у которого проблемы с сердцем. Главную роль в этом фильме исполнит 36-летняя актриса Юлия Пересильд. Кроме нее, на МКС также отправили 37-летнего режиссера Клима Шипенко. Ранее он уже снимал фильм о космосе «Салют-7», где неуправляемая космическая станция вот-вот рухнет на Землю. Стоит отметить, что картина, рабочее название которой «Вызов», продукт производства Первого канала, который взял на себя основное финансирование. Но часть работ профинансирует главкосмос, это дочернее предприятие Роскосмоса. Дмитрий Рогозин назвал еще одну цель полета киношников – провести учения, связанные со сложными медицинскими манипуляциями на борту МКС. То есть учениями станет сам сюжет фильма, при создании которого консультировались с медиками на самых разных уровнях. Но еще одна неофициальная, конечно же, причина – это космическая гонка, в ходе которой Роскосмос и Первый канал решили опередить Голливуд. В мае 2020 года в НАСА заговорили о планах снять фильм на МКС с участием Тома Круза. В сентябре американские СМИ написали, что вот уже в конце 2021 года на космическую станцию для съемок нескольких эпизодов фантастического фильма могут полететь Том Круз и режиссер Даг Лайман. Спустя несколько дней Первый канал озвучил свои планы снять собственный фильм на МКС. Эту идею одобрил лично Владимир Путин. И таким образом, друзья, в мире стартовала очередная космическая гонка. На этот раз кинокосмическая гонка. Теперь немного о подготовке она была ускоренной. На роль исполнительницы главной роли был объявлен не то чтобы кастинг, а даже конкурс. Кроме того, что актриса должна была продемонстрировать свой талант, она должна была пройти еще и медкомиссию. Также ставились ограничения по возрасту до 45 лет. В итоге конкурс прошла Юлия Пересильд, которая известна исполнением главной роли в фильме «Битва за Севастополь». Далее вместе с режиссером Шипенко они прошли ускоренную подготовку, которая длилась всего лишь несколько месяцев. Такую подготовку обычно проходят космические туристы. Это были тренировки в условиях, приближенных к космическим, в условиях кислородного голодания и невесомости. А также тренировки в центрифуге и вестибулярном кресле. Дай бог здоровья их вестибулярному аппарату. И в итоге 5 октября корабль «Союз МС-19» стартовал с легендарного космодрома Байконур. Также кроме актрисы и режиссера на борту был опытный космонавт Антон Шкаплеров. Он отправился туда, чтобы занять свое место в очередном составе экипажа МКС. Запуск корабля стал по сути событием, в том числе светского масштаба, потому что на Байконур прибыло очень много российских селебрити. Актеры, режиссеры, телеведущие, певцы. Очень много артистов поддерживали экипаж в социальных сетях. И даже примадонна российской эстрады не стареющая. Алла Пугачева опубликовала свою фотографию на Байконуре 70-х вроде как годов. После запуска стыковка корабля с МКС не оказалась такой уж себе простой. Отказала система автоматической стыковки. И тогда космонавт Антон Шкаплеров показал, что он настоящий профессионал. Взял на себя управление в ручном режиме. В итоге состыковались. Кадры перехода киноэкипажа на станцию опубликовали самые разные российские СМИ. Возвращение пересельты Шипенко запланировано на 17 октября. То есть 12 суток они проведут на МКС. Вернутся они на родину вместе с космонавтом Олегом Новицким, который на МКС находился с весны. Этот кинополет в российском обществе одни поддерживают, а другие критикуют. В украинских же медиа мало где встретишь вообще эту информацию. Многие о ней просто решили умолчать. Но главный укор за то, что из-за съемок не сможет вернуться на Землю, как планировалось, космонавт Петр Дубров, который прибыл на станцию в апреле. Обычно космонавт на МКС проводит полгода, после чего экипаж сменяется. Для этого с Земли Союз доставляет новых членов экипажа. Затем происходит ротация, возвращаются старые, а те едут на отдых, восстанавливаться. Потому что находиться в космосе это не очень хорошо для человеческого организма. Однако теперь место в трехместном Союзе займут киношники. С ними на Землю отправят бортинженера Олега Новицкого. Еще одному бортинженеру, который должен был вернуться, придется остаться на МКС и пробыть там еще полгода. Ведь на изготовление одноразового пилотируемого корабля необходимо два года. А лишнего Союза, как говорится, для этого кинополета построить не успели. Звучат и другие упреки, например, как от певца Юрия Лозы. Он написал, что ранее медийные персонажи неумело танцевали со звездами паркета, выходили на сцены академических театров, плавали в бассейне с дельфинами, тусовались на манеже цирка и нарезали круги по льду вместе с настоящими фигуристами. А теперь он даже боится предсказать, какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем и куда пригласят раскрученных дилетантов. Понятно, что сами-то они ради пиара готовы на камеру тушить пожары и вырезать аппендиксы, но лучше бы этим занимались те, кто в данных вопросах по-настоящему разбирается. Среди российских селебрити, с артистом большинство, конечно, все же поддержало это событие. А космонавт Сергей Рязанский в комментарии BBC сказал, что считает фильм неплохим проектом для популяризации космоса. Но, с другой стороны, он плохо представляет, как за такой короткий срок технически киноэкипаж успеет выполнить программу съемок. Но, как говорится, поживем, увидим, что там снимут. Обязательно же это все покажут. А что вы думаете, друзья, обязательно напишите в комментариях. Вот такие дела. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно блог на канале страны. Не забывайте на нас подписываться, нажимать колокольчик и делиться нашими видео со своими друзьями и знакомыми, чтобы они знали больше. Совсем скоро снова увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»